Давай сыграем в игру! Если ты узнаешь хотя бы один новый факт об игре Sims 3, то поставишь лайк и подпишешься на мой канал. Всем советую проявить терпение, потому что в этом выпуске вас ждет открытие, которое точно вас удивит. И я уверен, что никто его не знает, я сам до сих пор в шоке. Райские острова одновременно самое любимое и самое ненавистное дополнение в Sims 3, которое скрывает в себе множество тайн и секретов. И мы проходимся по нему почти в каждом выпуске новых открытий. А это, кстати, уже третий по счету ролик, и советую тебе глянуть предыдущие. Взрыв мозга гарантирован. Наверное, все знают, что в Исла Парадисса можно погружаться под воду и исследовать морские глубины, но это очень опасное дело, которое может привести к смерти. Есть вероятность того, что закончится кислород, либо на вас нападет голодная акула, которая ничего, кроме костей, от вас не оставит. Но сначала вы должны знать, что невезучие персонажи в Sims 3 бессмертны, благодаря их черте характера. Сколько бы вы ни пытались, но смерть всегда возвращает Сима к жизни. Что, кстати, не сработает с одним из видов смертей. Невезучие персонажи погибают в схватке с акулой. Видимо, смерть не в состоянии восстановить то, что сотворили зубы акулы. Либо она настолько любит морских существ, что не хочет лишать их вкусной закуски. Не отходя от морской тематики, поговорим о следующем факте. Хищная рыба может съесть другую в аквариуме, но для этого вам нужно изучить наживку и понять, что предпочитает рыба. Например, рыба смерть съест рыбу ангел. Когда я впервые это увидел, а это произошло совершенно случайно, то реально был удивлен тому, что разработчики добавили такую реалистичную деталь. Кстати, этот аквариум пришел вместе с каталогом Sims 3 современная роскошь. Я долгое время думал, что собаки в нашем любимом дополнении Sims 3 питомцы могут умереть только от старости. Но оказывается, я ошибался. Собаки могут плавать в бассейне, и если бодрость будет на нуле, то собака утонет. Но это очень сложная смерть, ведь собака всегда телепортируется. Я не знаю, зачем вам это может понадобиться, но чтобы собака все-таки утонула, нужно заставить весь участок. Чтобы на нем не было свободного места. Тогда песику некуда будет телепортироваться, и он захлебнется. Призрак, кстати, белого цвета, как у персонажей, умерших от старости, что довольно удивительно. Впервые вампиры появились с дополнением Sims 3 в Сумерках. Я помню то время, это был 2010 год, тогда я считал, что это самое лучшее дополнение. Причем такое мнение у меня было с каждым выходом нового DLC. Вот это были времена. Дополнения в Sims 3 действительно очень большие и интересные. И сегодня мы снова затронем любителей пососать кровушки. Знали ли вы, что в игре можно приготовить шарлотку из кровавых плодов? Все благодаря пекарне Sims 3 Store и новому премиум объекту. Вот вам следующее блюдо, которое разнообразит рацион ваших вампиров. Хотелось ли вам когда-то поиграть только за подростка? К сожалению, игра не дает вам возможности начать игру за тинейджера, создав его в кассе. С ним всегда придется создавать взрослого Сима. Но в игре есть одна лазейка, которая позволит вам без проблем наслаждаться беззаботной подростковой жизнью. Не беспокойся о наказаниях, правилах и домашнем аресте. Можете творить всякую дичь, и вам все сойдет с рук. Для этого вам придется устроить несчастный случай в игре. Если все взрослые персонажи неведанно-негаданно умрут, то социальная служба не заберет подростка, так как он слишком большой для детского дома. Забыл кое-что добавить про кровожадных кровопийц, которые высосут все, не оставив ни капли. Вампиры обладают ускоренным изучением навыков по ночам. Это знают все, кто хотя бы раз за них играл. Но недавно я заметил, что дети вампиров, независимо от времени суток, крайне быстро выполняют домашнее задание. А это, поверьте мне, очень крутая способность. Странно, что я так долго этого не замечал. Я еще не закончил со школьниками. Хочу рассказать о нескольких приятных деталях, которые скрасят вашу игру и помогут, если у вас большая семья. Дети могут дать бутылочку своим маленьким братьям и сестрам, чем безумно помогут своим родителям, которые валятся с ног от усталости. А если малышу будет скучно, то еще могут сыграть с ними в прятки. Как по мне, очень милый семейный геймплей. А сейчас малопонятное для меня открытие, которое, если не ошибаюсь, пришло вместе с дополнением Sims 3 студенческая жизнь. Как и в Sims 2, здесь вы можете брать на слабо персонажей. Если вы попросите своего друга поделить на ноль, что, кстати, не является возможным, то у друга загорится пукан. В прямом смысле этого слова. Видимо, разрабы решили нас развеселить таким действием. Вот сейчас будет вполне очевидное открытие, которому многие не придают значения. Замечали ли вы, кто берет младенца или малыша и подносит к тортику, чтобы задуть свечи в честь дня рождения? Оказывается, на руки берет тот персонаж, с которым у ребенка наилучшие отношения, и не обязательно, чтобы это были родители. Это могут быть бабушки, дедушки, братья или сестры, и даже левые симы. Например, дворецкий или няня, которые ухаживали за ребенком, пока вы тусили на вечеринках. Каждая черта характера в Sims 3 обладает скрытыми возможностями, о которых вы даже не догадываетесь. Потому что в описании предоставлена далеко не вся информация. Если ребенку выпадет черта характера без чувства юмора, а такое может быть, то можете считать, что ваш ребенок повзрослеет слишком рано, так как он существенно отличается от своих сверстников. Такие дети не могут дурачиться и воображать, что они, например, короли или королевы, играть в машинку или даже отправиться в незабываемое путешествие на подводной лодке. Увы, но такие дети лишены подобных, как они думают, глупых развлечений. Ну и вот то, о чем я говорил в начале выпуска. Та информация, которая точно вас удивит. Все мы помним дополнение к Sims 4 «Экологичная жизнь», где нам были представлены альтернативные источники энергии. Такие, как солнечные панели и ветряки. Но оказывается, Sims 4 не новатор в этой теме. В Sims 3 уже давным-давно есть набор в магазине Store, который добавляет функциональную солнечную батарею, ветряк и машину. Они помогут вам сэкономить на счетах. Например, чем больше солнечных панелей вы поставите, тем выше процент скидки. Даже есть возможность улучшить эти источники энергии. Как тебе такое, Илон Маск? Мы-то думали, что Sims 4 впервые раскрыл нам тему экологии. Но нет. В Sims 3 даже есть подходящая черта характера «Защитник природы». Но, признаться, в Sims 4 проблемы экологии раскрыты куда лучше, так как они пришли с целым дополнением. В позапрошлом выпуске мы узнали, что с помощью одного премиум-объекта можно зачать определенный пол ребенка. Но что делать, если вы не хотите как-то влиять на пол ребенка, но заранее знать, кто у вас родится, мальчик или девочка? Для этого вам понадобится любой врач, который достиг хорошего уровня в карьере медицины. Когда ваша симка уже знает о своей беременности, просто узнайте пол ребенка своего врача. Теперь можно заранее обустроить комнату своему ребенку. Надеюсь, что вы не делаете розовые комнаты для девочек, а голубые для мальчиков. Пора бы уже избавляться от таких стереотипов. Открою вам небольшой секрет, который связан с несгораемыми персонажами. Это скрытая черта характера, которая есть у пожарных и джинов. Но несгораемые симы не так просты, как кажется. Они могут подарить этому свету детей-пироманьяков, несгораемых детей или вовсе все вместе. Такие дети обладают особенными способностями. Они умеют поджигать предметы вокруг себя, а также превращать фрукты в редкие огненные плоды, о которых мы уже узнали небольшую тайну в одном из предыдущих выпусков. Примечательно, что обычные пироманьяки могут умереть в пожаре. Думаю, что следующий факт тоже может вас удивить. Я сам узнал о нем недавно. Садоводство – один из самых моих любимых навыков Sims 3. Я обожаю выращивать всякие редкие культуры и зарабатывать на этом симолеоны. В игре можно вырастить плодовые деревья, например, яблоки. Не знаю, кому это могло прийти в голову, но вы можете развешивать ограненные камни на своих деревьях. Выглядит, если честно, это довольно странно. Интересно, а что можно повесить еще? Ну что, узнали что-нибудь новенькое? Если это так, то не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк. Я предельно благодарен вам за просмотр моего видео. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. А с вами был Мустер Армунька. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok